Иду, иду! Иди сюда, иди сюда, мой хороший, мой хороший, иди сюда, иди тазик. Молодец, молодец, ох, попанился. Нет, как он не хочет, не хочет. Вот так вот. А сейчас мы поговорим о прикормке. Приступим к обсуждению прикормки. Ну, что тут обсуждать? Среднеценовая категория прикормки 160 рублей. Ну, а мы сейчас посчитаем, сколько получается прикормка. На рыбалку я беру ведро жмыха 8 килограмм. Это основная часть прикормки. Так же, как и магазины прикормки. Только в магазине его окрашивают и ароматизируют. Теперь перейдем к посттончинному. Уже маркетинг пошел. Кстати, вы знаете то, что жмых по-итальянски звучит как панелли или панелло. Кому как нравится. Очень удивительно, почему это не используют магазины прикормки. Прикормка панелей с посттончинного. Ну и все, на этом все заканчивается. Больше ничего не добавляют прикормку. Но мы переходим от жмыха крупной фракции. Кстати, находится в маке на сильном течении. Добавляю, например, килограмм дробленой кукурузы 22 рубля. Дальше идет зерно ячменя 14 рублей килограмм. И куда же без вот этой кашицы всем известной. 28 рублей пушенка. И все можно сказать на этом. Но нет, ребята, самый дорогой продукт. Это самый дорогой продукт прикормки. Это патока свекольная. Так сказать, миласса. Панели посттончинного и миласса. Удивительно, почему они в магазинах не используют название вообще. Может быть, из-за этого у них плохо прикормка продается. Не знаю. Но это им решать. Итак, себестоимость ее, вы сейчас удивитесь. Если канистра 10 литровая стоит 400 рублей, то литр на все это 40 рублей. Ребят, 40 рублей литр. Обращаюсь к производителям прикормки. Вам что, трудно 100 граммовый бутылек за 4 рубля положить в прикормку? У вас и так прикормка в среднеценовой категории 160 рублей. Вам что, жалко рыболовым за 4 рубля? 100 миллилитров милассы. А 100 миллилитров милассы – это 100 согрограмм. Потому что литр милассы – 1,4 кг. Так что учитывайте этот момент. Итак, что у нас получается? 8 по 17, 22, 14, 28 и 40. 8 килограмм – 9, 10, 11, 12. 240 рублей – 12 килограмм получается. Делим на 12. Итого килограмм прикормки получается 20 рублей, ребят. 20 рублей. 20 рублей. Не 160. 20. А если учесть то, что брать это еще по оптовой цене, то будет еще дешевле. Еще дешевле. Не устану повторять еще дешевле. А если добавить сюда просрочку хлеб – еще дешевле. Если учесть, что яичмени я не покупал, то еще дешевле. Ну, а так получается, если брать в магазинах, в кормах для животных или на заводе жмых. Вот так получается 20 килограмм. Ну, конечно, себестоимость, например, в одном городе брал жмых по 17 рублей, а есть еще там рядом завод подсолнечник. Там уже по 35 рублей. Так что можно найти по нормальной цене. Так что делайте выводы сами. Ну, а вот этого головля я поймал на опарша, издобрил его. Раньше покупал в аптеках шиповник, даже тархун брал, жидкий вот такой. Просто варенье. Ну, у всех, наверное, есть варенье. Вот осталось от яблочного варенья жидкость. Вкусняшка, так сказать. Вот, сдобрил опарша и, пожалуйста, головля. Так что делайте выводы сами. Называйте, как хотите, прикормку сами. Панели посттанчинно, миласса, как угодно. Но 20 рублей за килограмм – это реальная цена. Так что вот так. Желаю всем добра. Ну и всем пока. А мы будем ловить дальше. И рыбалочка только начинается. Вот видите. Больжет со водой на Ocean. Ростовина. Сatsächlich, как угодно, пахавло... Больжет со воды. а что не было видно блин почему не было видно этого вываживание гром гремит дождь обещали, гром конечно зацепился конкретно вот он красавец окский не такой большой, но приятный дал жару при уваживании вот это клюнул чисто на парше с вареньем ли же вы меня Карлсон не слышал а то он мне за варенье даст скажет рыбу вареньем кормишь я бы его сам съел но я варенье вот зато таких головников очень вкусных предпочитаю спасибо сейчас был очень обидный сход узел остался, а крючка нету я не знаю вот я перевязался заново ну это блин жесть какая-то сижу тут горюю да как же так второй сход первый сход вообще целый поводок отрывало два схода обидно и вот она опять такая же дурная поклевка это вообще я еле успел фидер поймать кто-то покажись хоть а очень тяжело его тащить он еще не устал даже ё-моё а вот это да вот это да блин блин наконец-то блин я не знаю сколько здесь я не знаю блин блин наконец-то две два дурных обрыва и третья нормальная дурная поклевка наконец-то я вычил это жесть просто вот там кто был оказывается вот это красавец ну кило в нем сто процентов есть а насколько больше я уже потом взвешу это вообще это обалденно целый день меня мучил все лето я мечтал плавать с плавом за головлем но не получилось но зато в этот год на фидеры я столько головлей увидел это на самый большой ну как он жирненький это просто красавица вообще какая пасть у него огромная да да я даже забыл что в кроссовках воду наступил да хороший головник спасибо и прикормка самопал за 20 рублей